Коим имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их, делал и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгим временем приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошедший, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит. Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб В малом ты был верен, над многим тебя поставлю Войди в радость господину твоего Подошел также получивший два таланта и сказал Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб В малом ты был верен, над многим тебя поставлю Войди в радость господину твоего Подошел и получивший один талант и сказал Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий Жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал И убоявшись, пошел и скрыл талантов в земле, вот тебе твое Господин же его сказал ему в ответ Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим И я пришед, получил вы мое с прибылью Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов Ибо всякому имеющему дастся и примножиться А у неумеющего отнимется и то, что имеет А негодного раба выбросите во тьму внешне Там будет плач и скрежет зубов Сказав сие, возгласил Кто имеет уши, слышит, да слышит Слышите все Сегодня настолько много информации в интернете Это даже вообразить нельзя Слово, допустим, клятва, запрещено Я знаю, что сказал Златоус Но найти, что сказал Иероним Стридонский Книг нету этих В интернете все выставлено Исидор Пилусиот, это такой редкий писатель Церковный Он канонизирован Рядом стоит шесть или семь разных людей И поэтому, готовясь вот к этому слову Я так, ознакомлюсь Но перед самым уже выходом сюда Стараюсь не считать Чтобы не пересказывать то А выпросить у Бога, что на сегодняшний день нужно сказать И мое внимание Господь заострил на слове талант И на слове встречи Примените это к себе Слово талант это вес Вес У нас килограммы, там центре А у них талант Это 26 литров Как литровый меряет Тоже непонятно От 16 по-гречески 44 килограмма было В одном таланте И в мире только золото, а не железо Вот это главное Талант, вес, золото Значит, какой бы у нас не был талант Он золотой А слово талант ли вы В Библии отсутствует Что удивительно, слово талант В том смысле, как мы говорим Вот выступает кто-то, поет хорошо Ну талант Нет этого в Библии вообще Талант Это вес Благодати Божией И то это образно я говорю Чтобы понять, о чем дальше мы будем говорить Дома постарайтесь прочитать Бытие 30, 31, 32 глава Бытие 30, 3 главы Сегодня прочтем только один стих Бытие 32 глава, 28 стих И сказал Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль Ибо ты боролся с Богом И человеков одолевать будешь Сколько тайн Ночью он идет в страхе в таком Встречаться с братом, которого когда-то обманул Купил первородство Тот обещал убить его, он бежал И теперь с огромным богатством возвращается из дома Лавана И как он умно сделал Несколько там перечисляется Сколько было быков Табуны за табунами посылает А тот 400 человек взял и идет расправиться с ним А это что за у тебя тут вовцы, бараны А это тебе Иаков послал в дары Следующий опять табун Пастухи отвечают точно та же Третья, он видит, что Иаков безмерно Разбогател Бог укрепил его Но он еще не верит Как он будет одолевать человека Когда он пастух Ни оружия нет никакого Вот отсюда Размышления мои Вот всю неделю буквально Все думал Какая встреча у кого была А отсюда проверьте себя Была ли она встреча с Господом Встреча Адама была когда? После сотворения Когда он стал разговаривать С женой Которая уже нашла другого учителя И он Не побоялся съесть этот плод А это означает Бога представляет его лживым Неверующий в Бога представляет его лживым А поверили ползущим измерям Как часто у нас живут рядом Люди знают Родня Совершенно посторонний человек В нашем деле никакого участия Что-то шепнул И сказал он уже на той стороне Почему? А внутри накапливалось недовольство Ему было на что ориентир держать Кому-то Бог дает больше По нашим меркам таланта А кому-то меньше Здесь вот приезжают священники А я их знаю Я говорю Как вы идете на благовестие? Вспомните Мы каждое воскресенье ездили А потом мы замахнулись И дошли до Тихого океана Владивосток Порт Находка Потом вернулись Открываем шенгенскую визу Едем за границу Один раз Другой Третий Греция Турция И наконец Франция Германия Испания Португалия Отправляемся дальше Скандинавские страны Проходим все Прибалтийские И в общей сложности Мы посетили 650 библиотек 650 выступлений было И везде дарили полный комплект наших книг Мы не с пустыми руками ехали А книги переполнены Словом Божиим Нам это обошлось по меркам издания В 35 миллионов рублей Не считая транспорт Хотя только за поездку Однажды мы потратили 440 тысяч Вот отсюда сделали вывод У Адама была встреча А когда? Когда Господь гулял с ним в саду Когда он потерял Когда перестал верить Я стал всех героев смотреть Когда Бог открылся Моисею Кто он был? Ну, как сын фараона Его дочь фараона усыновила Перед ним была громадная перспектива Всемирная армия Война, честь А рядом, если так образно выразиться Проплывает лодка с позорищем Тебя будут гнать, бить И он с радостью принял это И мы видим, Бог заговорил с ним И сразу же с ними обувь твою Место съесть свято У нас наоборот В храм идут, они с потеряем И в корщик выходили они Сапоги несут на себе На плечах Пришли, ноги помыли, обулись Отстояли и пошли обратно домой Здесь наоборот надо Идти в обувь А придешь в храм, разуйся Место сие свято А у нас это даже не вмещается как Вот у нас некоторые были здесь Которые сейчас были люди Они босиком стояли Я говорю о том, что у нас Многое перевернуто Наоборот И вот встречается Моисей Мошер Как они говорят И отсюда мы узнаем Исраэль, Израиль или Израиль Так и так произносится Мошер Исраэль Дальше говорит О чем? О том, что слушай Израиль Слушай, Израиль Господь говорит Слушай, Израиль А это кто? Яков Слово Яков Встречается в Библии 433 раза В разных падежах Пришлось сидеть Математикой заниматься А слово Израиль 2567 В 5 раз больше А сегодня Яков Никто не Ну Яков Обыкновенный мужик А слово Израиль В Огоне Везде Израиль Воюет с арабами Израиль То сделал другое А никто Никто может Яков И не знает Что это имя Бог дал ему И переводится оно Зрящий Бог Мы все можем быть Израилем И Господь говорит Шма Исраэль Слушай, Израиль Это по-еврейски Шма Исраэль Это первые слова Которые он услышал Слушай, Израиль Ибо Господь говорит У православных Этого нет Батюшка сказал Батюшка повелел Батюшка наставил Батюшка благословил Нету Израиля Мы этого и не знаем Даже Хотя нашему батюшке Что-то скажешь Я гляжу сейчас Я сделал Три замечания Сразу Гляжу, все выправил И на улице Крест выправил И здесь Которые здесь А другой бы Священник Он ополчился Сказал Что ты мне указываешь Он все сделал И прилег Кого надо Чтобы помогли ему Значит Шма Исраэль К нам как-то Относится Израиль Самая прославленная Греческое имя Это еврейское Оно относится К Израилю Встреча с Господом Все поменяло Слово Савл Гонитель Очень перспективный Был Фарисеев Фарисеев Доверенное лицо Начальство Так скажем Заседают люди Избирает его Он идет Как прокурор Наводит порядок Ловит христиан Казнит Встречается 22 раза А слово Павел 176 Прежде Исчезло У нас Вот когда принимают Крещение Меня спрашивают А можно имя Переменить Можно Но ты должен Объяснить Почему Вот у нас Крестился Допустим Он Генрих А принял Он теперь Отец Геннадий Фаст У нас здесь был Свой теперь Родственник У него У него было имя Эдуард А сейчас Севастьян Эдуард И говорит Вот этого студента Из другого университета Я сразу поняла Он очень перспективный И вышла за него замуж Это жена Кеннеди Будущая Он уже В этом состоянии Это единственный человек Который И удостоил Масонов Чести И уж и всего Нам известно Это По путным Все Слово Таран 67 Талантливый Ни разу Вот особенно 15 стих Прочтите Еще раз 25 Глава Матфея И одному Дал он Пять талантов Другому Два Иному Один Каждому По его силе Каждому По его силе Вот это Очень много Значит Мы видим Как Илья Про Илью Мы не знаем Как он родился Но у евреев Есть предание Что его ангел Кормил огнем Родители видели Как он лежал В люльке И пеленал Огненным покрывалом Ну такой он и был А Друг его Елисей Он запросил Дух Который в тебе На мне да будет Вдвойне Он говорит Много вопрос Если увидишь Вот эта встреча Его состоялась Он в два раза Больше Получил Поэтому Встреча У Саввы Произошла Когда шел в Дамаск Когда пал он на землю Встреча со Христом Меняет всю жизнь Меняет направление Меняет значимость Я учел Я учел даже название Книг Хотя 14 посланий Только в одном Нет К евреям Он скрыл свое имя Чтобы их Не раздражать Итак Как мы относимся К святыне В нашей жизни Что этот бог Бог сильнее Бога И тогда Телицы Которые Молодые Куда они Телки пойдут Коровы молодые Телятам А эти Пошли в Израиль И люди Жали урожай Жители Берсамиса И увидели И кто-то сказал Это Из плена Идет Ковщик Здесь Тайна Люди Подошли И заглянули И не порадовались Как они думали Разговаривали На полях Одновременно Находилось Больше 50 тысяч Человек Я не знаю Какие таких Поля Радио Никакого не было Это что С серпами были И видимо Соседи Кто-то там услышали Они заглянули Ничего не делали Не рубили Не плевали Не ругали Только посмотрели И бог убил 50 тысяч И 70 Вот такая Большая Арухметика Представьте На поле Не идут люди Кто-то пошел Приехали Поле все усыпано Трупами За что Никто не знает Бог Израилев А Ковщик Означал Божью Матерь Поэтому никогда Не соглашайтесь Когда говорят Что у нее были Дети и прочее Это ересь А она Неприкосновенная Она Присно Деву Марии После рождения Осталась Девой Я стал рассматривать Все герои Которые в Ветхом Завете Были и в Новом Завете Бог встречает Петра И говорит Ты кифа А нарисешься Камень Петр Петр камень Он твердо был Ты ловил рыбу А отныне будешь Лапсом человека Встреча со Христом Делает лапсом Какой талант Вот приезжают Священники Когда я им говорю Как идет проповедь у вас Какая проповедь Ну какую Бог Положил на сердце Как Бог Он не знает О чем говорит Если Бог Тебя коснулся То ты уже Два таланта Эти Дома держать Не будешь Ты пойдешь На торжеще В этот мир И приобретать Другие два таланта И самый негодный Оказался Один талант Бесталантных нету По нашему Переводя на слово Талант Нет таких Что совсем неграмотные Почему прекратилось Благовестие И никто даже Не предлагает Ну хотя бы рядом Урыбку То можно было Еще раз посетить И тут Царообрядцы у нас есть Ну съездите У них нет священства А у этих-то есть Никто Вот мы Закончили 120 тысяч километров Проехали И никто больше не идет Это опыт Я делюсь своим опытом Апостол Павел Неоднократно говорил Как он был Как в Дамаске Как его караулили Убить За то что он сразу Стал противоречить евреям Доказывать что Иисус Это обещанный Мессия Это Христос Которого он избрал А теперь он будет гонимый В конце концов Его схватят И отрубят голову Отсекут голову Какое наше отношение В этом вопросе Была ли встреча с Богом Вот до встречи с Богом Он был такой Заговорил Господь с Моисеем Он преобразился Дальше говорит с Авраамом Был Авраам Авраам означает странник Путешественник А Авраам 2а Означает отец множества То есть от тебя Такое-то будет наследие И дальше говорит Иофет поселится в шатрах Сима Иофет это мы После Нового потопа А Сима это евреи И мы в их веру вошли Мы же получили все от евреев Апостол Павел Когда-то я перечисляю И говорит Какое преимущество быть иудеем Он говорит Преимущество во всех отношениях А наипаче в том Что им верено Слово Божие Вообразите Если бы мы Не услышали Что говорил Господь с Моисеем Пять книг отпали бы Дальше Не услышали бы Что еврей Павел говорил 14 посланий Отпали И по порядку Вот так начнем В руках у нас ничего не останется Господь призывает нас То что он нам дал Умножать А зарыл Это означает Он не бросил Сохранил Веру Пришел Вот тебе твое И сразу с обвинениями Требующего Не сеял А я чтоб собирал И куда выброси Во тьму внешнюю Надо решительно Поставить себе вопрос Если бы она встреча Вот то что я говорю Я этого не знал Первый день Ну Я сейчас не могу сказать Но где-то 17.00 было 27 сентября 62 года Я ничего не знаю Зачитал только до 6 главы Евангелия от Матвея Библию еще не читал Но внутри Вот как огонь Какой разгорелся И только я перешагнул Называется Борт Фальшборт И первому матросу Сразу сказал Живем неправильно Христос умер за нас Надо жить для Бога Ну а дальше уже Весь караван кораблей И потом сразу узнал Лапкин сошел с ума Понятно Сразу мне имя изменило Другой сумасшедший А то какая радость-то была То есть я сошел Со своего ума Как говорится С катушек слетел На Божьем колеснице Зашел Я советую Дома В тишине В молитве Друг с другом У кого кто-то дома Есть Порассуждайте Когда была эта встреча Как она изменила Твое имя Как она позволила Тебе умножить Этот талант Никогда не станете Ни на болезни Ни на что С нами Бог И никто ничего С нами не сделает Ничего не бойтесь Какие угрозы В этом мире сегодня Все это пустое Израилю было сказано Ирненка заколоть Готовьтесь Помашьте Перекладины Оба косяка И ночью пройдет ангел А можно было сказать Это какой-то вирус Уж было такое Стали все мертвые И эти которые умерли На сегодня хирурги Стали бы смотреть Тромбозы какие-то Нашли бы Ничего не было Ангел Прошел Махнул И сто Восемьдесят Там пять тысяч Воинов Лежат под стенами Иерусалима Шма Исраэль Слушай Израиль Слушай Россия Шма Раша К вам Господь сошел Чтобы побудить Настроить Исполнить благодатью Духа Святого И вы как герои веры Понесете Слово Божие До концов вселенной Аллилуйя Аминь Более